Привет! С вами Виконста. Сегодня мы отправляемся в Коктебель. Везде нужно лазить по таким препятствиям. Стоял я где-то минут 20 на остановке, потом не выдержал, решил пойти пешком, так как здесь по городу очень много автомобилей и все стоят в пробках, поэтому попроще будет и побыстрее дойти все пешком. Ну, конечно, по километражу, около 4,5 километров от той остановки, где я стоял. Приобрел билет до Коктебеля. Цена 144 рубля. Вот отсюда будет он отправляется. Автобус Феодосия-Судак. Ну, здесь центральная автостанция. Вышел я на автостанции. Дорога из Судака у меня заняла ровно час. Посмотрите количество машин. Сплошные пробки в Коктебеле. Здесь максимум может разъехаться две машины, поэтому особо не разгуляешься. Давайте прогуляемся еще на рынок. Посмотрим, какие цены на продукты. А что вот это вот за фрукт? Это гранат. Гранат? Да, разновидно гранат. Это если вот так шкурку снимаешь, что там маленькие эти дольки красные. Да. Редко встречаю. В общем, на рынках предпочитают цены не ставить. Мне кажется, это рассчитано на разных покупателей. Ну, вот и центральный рынок в Коктебеле. Зайдем сейчас сюда. Посмотрим, какие же здесь цены. Всем интересна ценовая политика, поэтому можно будет посмотреть и сравнить с вашими ценами. Инжир, нектарин, сорт черный принц. А почем такие помидоры? 500 рублей. По 500 рублей. Нормально. Здесь реальная цена 150. Персики. По 150. Чуть побольше. По 180. Здесь немножко подешевле. По 140. Нет, спасибо. Смотрю. Яблоки по полтиннику. Здесь одежда продается. Свежее мясо. Свинина, говядина, баранина, курица. Какие расценки на мясо. Курица. Шампиньоны по 250. Яйцо по 85. Говядина на 650. Это приправы сразу же. На плов, к баранине. Свинина. И баранина за док по 600 рублей. Замороженные полуфабрикаты. Наггетсы по 350. Вот такие расценки на овощи, фрукты, на мясо. Рыбный отдел. Сыр, косичка. И цены на молочные продукты. И здесь отдел колбасы. Выдвигаемся в сторону набережной. Посмотрим количество отдыхающих. Погодка, конечно, так себе. Солнца не видно. Но очень жарко. Дождь прошел и начала парить очень сильно. Вдоль всей дороги будут вот такие вот ларьки. Где в основном продают продукты питания. Ну и также сувенирная лавка, одежда. Футболки, шляпы, панамы. Ну и такие цены на кофе. С правой стороны, видите, ряд машин полностью заставлен. И вот всего лишь одна дорожка, которая идет вниз на набережную, на пляж. Еще лежачие полицейские положили. Хотя здесь сильно не разгонишься. Во-первых, тут и пешеходная зона. А по чем жилье у вас? Одного. Ну если один, есть два человека. Полторы тысячи. А в номере какие условия? Жилье, ребята, есть номера хорошие, большие. Все в номере, здесь полетят. А кондиционер есть? Обязательно. Вот, сами слышали, какие цены. Полторы тысячи рублей в Коктебеле стоимость за сутки. Ну, в принципе, то же самое можно сказать и за судак. Единственное то, что Ялта очень дорогой курортный город. Поэтому цены там будут намного дороже, чем чуть поменьше в городах. Ну вот, мы практически у цели. Нам осталось совсем немножко. Будем смотреть уже на море. Ну вот, мы вышли и на набережную в Коктебеле. Посмотрите, вот море и какой цвет воды. Море все взбаламучено. Дождь прошел. Посмотрите, какие очереди в столовой. Столовое вообще популярное место, так как большинство не хотят готовить все-таки дома. А приходят и сразу кушают. Готовые блюда. Ну и вот сам пляж. Конечно, набережная начинается только. Но мы до самого конца пройдемся. Я вам покажу все от А до Я. Вот такой здесь пляж. Видите? Камни, крупные камни. Людей, конечно, днем тоже немало. Хотя вот был недавно дождь. И вот есть еще свободные шезлонги. На набережной в основном вечером начинается движуха. Почему? Потому что, ну чем вечером еще заниматься? Дома сидеть в номере тоже неохота. А так вечерком можно пройтись, погулять. Посидеть в кафешке, покушать чего-то вкусненького. Может где-то и потанцевать. Ну такая набережная днем. Видите, здесь Коктебельский залив. С той стороны окружает. И вот с той. Горы везде. И здесь вода немножко получше прогревается, чем в открытом море. Бухта. Цикады просто заполняет звуковое пространство. Стрекочет своими крыльями. Крымская косметика. Очень много, кстати, точек по продаже этой косметики. Но, видимо, пользуются спросом. Косметики очень много. Поэтому, если вы любитель вот таких всех прикольных штук, то можете приехать сюда и по-любому что-то вы выберете. Требуется посудомойщица. Смена 2000 рублей. Вот такая стоимость оплаты труда. 2000 за смену. Конечно, там не пишется, сколько вы должны перемыть тарелок, вилок. Но все же. Давайте я вам покажу поближе море. Тут вообще никто не купается. Вот такие пляжи в Коктебеле. Там колесо обозрения на горизонте. А так, конечно, отдыхающих очень мало. Дождь все-таки разогнал половину. Пирс деревянный. И вот там катаются на скутере картины, кружки, чашки, подарки, магниты. Прокаты и аренда катамаранов. Можно также покататься на таблетки. Здесь вот я смотрю, нет сплошной набережной. То есть, постоянно нужно маневрировать. Народ потихоньку начинает подтягиваться на набережную. Дождь прошел. Все дома прятались. А сейчас выходят. Обратно на море. Чего дома сидеть. Вот есть тоже выход на пляж. Пансионат Голубой залив. Ну и там вот забор огорожен. Все. Давайте на другой пляж пройдем. Красиво рисует. Немножко угол камеры уменьшил, чтобы вам более детально показывать картинку. Ну я думаю, приблизительно вы имеете представление, что такое Коктебель. Вот тут в основном все ходят на набережную. Цены я вам рассказал. Цены на продукты питания вы увидели. Жилье тоже услышали. И вот еще тоже пирс. И посмотрите, вот тоже идет целый ряд, где продают всякие безделушки. Ну а мы продолжаем наш путь вдоль набережной. Шаурма. Ну в среднем стоимость шаурмы около 200 рублей. Не сильно большая, не сильно маленькая. Максимум то, что я видел, это 270, 320 рублей. Это двойная большая. Сейчас нужно уйти направо, посмотреть здесь количество отдыхающих. Пляжи поделены на части. И все огорожено там с левой и с правой стороны заборами. Режим работы пляжа и спасателей с 7 до 19.00. Здесь, конечно, людей поболее уже. Мы вот там были. Кстати, аренда шезлонгов 200 рублей. Индивидуальный навес 400 рублей. Ну и вот само море. Конечно, здесь крупная галька. Смотрите, какой камень по цвету. Ну и вот пляж. И с этой стороны. Конечно, если так камеру приблизить, то людей кажется очень много. Особенно, если смотреть вдаль. Ну вот вдоль пляжа вот так нельзя пройти. Видите, вот там чуть дальше забор будет стоять. Приходится вот это все дело обходить через набережную. Ложка. Кафе. Видите, здесь тоже людей очень много. Не знаю, что они, конечно, там берут. Тоже столовая. Посмотрите, какие очередя. Пока постоишь уже и кушать перехочется. тандырная выпечка. Лепешки. По 40 рублей простые с курицей 120. Здесь кафе пустое. Стол заказан. Вообще никого нет. Мы вечером, дискотека здесь. Шашлык. Грудка куриная. Видите, здесь уже готовая продукция лежит. Осталось ее только пожарить. Это, конечно, прикольно сделали. То есть вы покупаете уже, грубо говоря, готовый продукт. Сделан буквально там 2-3 минуты назад. А есть такие места, где продают уже готовое. Неизвестно, сколько оно там лежит. А так перед вами прям его пожарят. Конечно, здесь очень много всяких таких заворотов, углов. Со всех щелей можно сюда забраться. Нет одной сплошной набережной. Вот так нужно все время вилять. Камень красивый. Здесь вообще вот такие стены поставили из бетонных плит. Давайте теперь здесь спустимся, посмотрим, сколько здесь людей. Ну, практически то же самое, что и с той стороны. Видите, тоже все там загорожено. Вот такие пляжи в Коктебеле. Давайте еще вдоль берега пройдемся. Послушайте шум моря. Крупная галька. Пончики. Самые садки вкусные домашние пончики. 50 рублей за штуку. Хотел узнать цену, но он сам сказал. Молочный коктейль ванильный 150 рублей 450 миллилитров. Эспрессо, американо, капучино по 100 рублей. Айс латте 150. Начинок в мороженого очень много, поэтому я думаю, вы найдете самую середину, то, что вам понравится. Горка вон там стоит, но что-то отдыхающих я не вижу, чтобы съезжали. Вообще, раньше это популярная была тема горки. Да и сейчас. Представьте, какая развлекуха детям. Ну и плюс, лишний раз подзаработать деньжат. Почему? Потому что, вроде бы, банально поставил горку, надул ее, водичку залил и пусть дети катаются. Конечно, нужно потратиться будет за аренду этого места, а купить эту всю установку, но я думаю, со временем она окупится. Сколько товаров здесь вообще продается? Представьте, сколько это денег все стоит? Миллионы. Привезти надо все расфасовать, заплатить аренду за место, человеку заплатить зарплату. Здесь, видите, шезлонги пустые, отдыхающих не видно. Дождь все-таки распугал всех. Вот тут хоть забора нет, можно будет туда пройтись, прогуляться. Видите, море здесь не сильно глубокое, сразу же заход такой пологий. Вот человек, в принципе, стоит метров на 10-12 от меня и ему, грубо говоря, по шею. Вообще, Черное море глубокое само по себе, поэтому заход в воду будет очень крутой. вот там, с той стороны вообще сходит вода и все это стекает туда в море. Видите, какая траншея образовалась. А тут, по идее, должны быть зонтики. Здесь. И вот такой вид на горы. и вот там, чуть выше можно перейти на ту сторону. Ну, либо по воде. Чтобы не обходить по мостику. Видите, здесь по корням прыгать. туда-туда. И смотрите, люди купаются. Раки ходит, пацан продает. вареные раки. Ну, мы продвигаемся дальше. Это такие раки. Некоторые мои знакомые стали бы раком. Настолько эти раки хорошие. Рыбу носят, продают. Раки за вкусом космической медузы. Раки за вкусом марсианского краба. Раки за вкусом огромного солнечного червя. Солнечный червь. вареные раки. Вареные раки. Видите, там народ на горе стоит. Фотографируют все. Ну, а с правой стороны там нудистский пляж. Вот так вот. Сегодня я показал вам как Тебель. если вам понравилось это видео. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ну и, конечно, пишите комментарии. С вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok